Семь месяца! С вами Павел Мясник и мы продолжаем проходить жизнь и страдания господина Бранте. Ну и соответственно продолжаем жить и страдать в прошлой главе. Подъявили восстание, прорвались в университет, разогнали даже этого аркна, продержались целые сутки, пока не пришло письмо. Оборонялись, проявили свою настойчивость. Короче, все было нормально. И вроде как отец должен гордиться моим таким действием. Я получил еще похвалу от ректора. И в общем-то продолжаем. Ты возвращаешься в гостинницу, чтобы забрать свои вещи. У дверей тебя встречает юноша в форме курсанта военной академии. Из-за нового облика ты не сразу узнаешь Томаса, друг заключая тебя в свои объятия. Бранте, здравствуй! И как ты? Я слышал, что за история случилась на площади перед университетом. Проклятая старая аристократия. Им лишь бы не пустить простолюдинов на ступеньку выше. Но я рад, что все для тебя разрешилось. А я, как видишь, уже учусь в военной академии. Лицо Томаса исполнено гордостью. Ты зовешь его подняться с тобой, пока ты соберешь вещи. Пока вы идете по лестнице, Томас продолжает рассказывать свои новости. Представь, я попал в десятку лучших. И в учебных боях, и в науках себя показал. Тут и твоя заслуга. Ты мне еще в школе в Анизоте помогал. Буду штудировать военное дело, а там и до дворянства недалеко. А ты-то как решил? Ты делишься с Томасом событиями последних дней. Рассказываешь о пути, который выбрал. Томас слушает тебя молча. Обоим понятно, что дальше ваши пути могут разойтись навсегда. Знаешь, Бранта, я вот что хочу сказать. Ты идешь своей дорогой, но ты мой друг. И чтобы дальше с нами не случилось, нам нужно скрепить нашу дружбу навсегда. Смотри, я принес два медных кольца. Обычай говорит, что те двоек, кто наденет их, навеки останутся близки. Куда бы их не забросила судьба. Что скажешь? Вы с Томасом выросли вместе. Кто знает, каким бы ты стал, не будь рядом с ранних лет этого дерзкого, вспыльчивого острова на язык соседского мальчишки. Но вправе ли ты обещать другу, что вы останетесь близки, несмотря на любые повороты судьбы? Томас протягивает тебе ладонь, на которой лежат два простых колечка. Если вы их наденете, это свяжет вас с узами дружбы на всю оставшуюся жизнь. Хм, условия не выполнены судьбам. Путь дворянина, типа, должен был быть, да? А почему я не могу взять кольцо? Условия не выполнены. Путь дворянина. То есть я не избрал путь дворянина, чтобы это обещать, да? А в смысле, дать клятву или взять кольцо? А я не понял, в чем здесь разница. Ну, короче, ладно. Хрен знает, что за разница. Один хрен я беру кольцо. Даю клятву. Ты берешь кольцо с ладони Томаса. Вы были вместе с отрочеством, и даже теперь вы оба идете соседними путями. Стремитесь заслужить дворянский титул. Ты на судейской службе, он на военной. Для вашей дружбы нет никаких преград. Ты клянешься Томасу, что навеки сохранишь ее. Томас важный и с достоинством отвечает на твою клятву своей. Каждый из вас надевает медное кольцо себе на мизинец. Твое сидит, как влитое. Лицо Томаса рассыпается в радостной улыбке. Теперь мы друзья навек. Это надо отпраздновать. Идем, я покажу тебе одно местечко. Медовуха там. Вкуснее в жизни не пил. Я угощаю Бранте. Вы отправляетесь в дворянский салон неподалеку от площади императора Северина. Там среди табачного дыма и бутылок с медовухой вы разговариваете. Вспоминаете, стройте планы на будущее. Никто из вас не знает, что ждет впереди. Но вы пообещали не терять друг друга. Узы дружбы. Так, узы дружбы, события произошло. Принести клятву. Томас Гера больше трех или путь дворянина. Ага, отлично. Это было сделано. Возможно, с Томасом нас еще свяжет дальше судьба. Год 1135. Осень. Письмо из дома. О том, что ты принят на учебу в имперский университет, ты сразу же сообщаешь письмом домой. Ответы семьи приходят быстро уже через неделю. Большую часть письма написал отец. А как через неделю, если месяц добираться? Тут еще плюс почта России доставлено. Не знаю, ладно, может голубями. Сын, я горд тобой. Уверен, что тобой гордится и твой дед. Ты продолжил путь нашей семьи к дворянству меча. Ты будешь отличным судьей. Я нисколько не сомневаюсь ни в твоем уме, ни в твоей воле. Ты принесешь славу нашей семье. За поздравлениями отца следует послание от Стефана. Поздравляю, брат. Ты уже достиг многого, о чем простые люди могут только мечтать. Благодаря отца и деда, что дали тебе такой шанс. Но ты и сам достойно себя показал. Когда ты получишь новый удел, мы с тобой наконец сможем быть наравне. Следом небольшие поздравления от матушки Инатана. Я вижу, как ты рад, как рад и горд отец. Ты сделал ему бесценный подарок. Это тот путь, который ты ему обязан. Жаль только, что ты так и не задумался о семинарии. Ведь ты мог посвятить свою жизнь служению не только империи, но и нашим богам. Ты так долго шел к этому. Дома строили настоящий пир в твою честь. Надеюсь, ты добился именно то, чего хотел. И сухая приписка от сестры в самом конце. Поздравляю. Удачи. Роберт Бранте. Плюс 3 симпатия, плюс 2 симпатия, минус 1 равнодушие. Не знаю, что она такая равнодушная. Типа то, что тех детей казнили. Ну и херси. Бал. Прошло лишь несколько дней после поступления в университет. Ты едва успеваешь приступить к занятиям, как студентам сообщают невероятную новость. Корнелий Темпест, великий канцлер и младший брат императора, каждый год оказывает всем будущим дворянам мантии честь и устраивает бал Маскарад в своем летнем дворце. Преподаватели велят вам выглядеть достойно, вести себя подобающе и беречь репутацию университета. Вам объясняют, как будет проходить бал. Каждый из присутствующих должен словом или делом проявить себя перед взглядами представителей великих аркнийских родов. От вас требуется не только достойно представить университет, но и не уронить чести родных провинций. Ты начинаешь готовиться к событию. Заказываешь подобающий случаю костюм, строгую маску к нему. Она закрывает только глаза и почти лишена украшений. Наступает день бала. Все утро ты проводишь в своей комнате, приводя себя в порядок. Соседи по коллегии подсказывают тебе, как лучше подколоть манжеты, поставить воротник и уложить волосы. Множество корец съезжаются к летнему дворцу Корнелия Темпеста. За высокой оградой раскинулся цветущий сад. Подъездная дорожка вымощена мраморными плитами. Ты присоединишься к товарищам по учебе и ступаешь по массивной лестнице к парадным дверям. На фоне всего этого великолепия ваши фигуры кажутся крохотными и нескладными. Распорядитель бала на входе велит всем отправиться к гербам своих провинций. Ты издалека видишь стандарт родной провинции Магра. С белым древом, уходящим корнями глубоко в темно-серую почву и гербом герцогского рода меланидов под ним. Оказывается, на балу будут присутствовать не только студенты имперского университета. Под штандартами выстроились курсанты военной академии. Среди них ты замечаешь старого приятеля Томаса. Завидев тебя, он расплывается в широкой улыбке. Ты встаешь у знамени рядом с другом. Не сомневался, что увижу тебя здесь, дружище. Ну что, поздравляю, студент. Я, как видишь, тоже времени зря не терял. Военная академия теперь мне отец и мать. Вдруг мимо вас горделиво подняв голову проходит высокий аркан в тяжелом плаще. Это же Дори Атон, бывший хозяин Софьи. А, я вспомнил. Освободите дорогу своему военачальнику, солдатня. Последний раз ты видел Оттона недалеко от своего дома, рыскающим в поисках своей служанки во дворах Анизоти, а сейчас на молодом арке мундир военачальника провинции. Нихера себе. Как он сумел в таком юном возрасте получить пост главнокомандующего всеми войсками Магры? Что случилось? Ты знаешь, кто это? Ты в двух словах объясняешь другу, кто перед вами. Улыбка исчезает с лица Томаса. Других, облеченных властью представителей Магры, вы не видите. Значит, на сегодняшнем балу главным от вашей провинции станет как раз Дори Атон. Другие студенты университета и курсанты академии тоже выстраиваются у знамен. В самом центре зала встает группа под сине-серебряным штандартом столичной провинции Аркния. Многие из них при шпагах, дворяне меча. Томас смотрит на них с неприкрытой завистью. Полные достоинства кавалеры под знаменем, воплощение провинции ее древней истории. Именно оттуда ведут свое происхождение Аркны. С Аркнии началась империя, и она останется личным доменом императора. Многие из студентов отправились под герб Монии, богатой земледельческой провинции. На нем золотистое полотно с колосьями. Достаток приехавших из Монии молодых людей налицо. Роскоши их нарядов не уступают Аркнийцам, а краски они выбрали еще ярче. Группа из Эллирии, самая большая. На их знамени желтый грифон на ярко-голубом фоне. Эллирийцы одеты в строгие узкие платья. Многие носят перчатки. Почти все эти молодые люди дети богатых промышленников. Многие на балу неловко. Кажется, будто они готовы хоть сейчас засучить рукава и отправиться помогать родителям. А почему им неловко? Не знаю, чем они хотят помогать, ну ладно. Люди под флагами в северных провинциях Фионы, Герми и Константы стоят вместе. Все три земли управляются императорским родом темпестов. Хотя все они из зажиточных семей, студенты и курсанты одеты просто и сурово, следуя традициям северных земель. И, наконец, самая маленькая группа. Белое полотно и раскрытая книга. Остинья, вводчи народа диамантов. Раскрытую книгу символ новой веры не так давно своим указом добавил на знамя патриарх провинции Юний Диамант. Почти все в этой группе облачены в мундиры военной академии, застегнутые по горло. Никаких украшений, строгость и сдержанность. Распорядитель выходит на середину бального зала и объявляет начало танцев. Первым танцем будет минуэт. По обычаю, каждый гость должен принять в нем участие. Звучит клавесин. Курсанты военной академии быстро находят себе дамы, принимают плавно совершать небольшие шажки вокруг них. Ты оглядываешься. Среди представителей магра особо выделяется парк низкий, тонкая черноволосая дама. На ней полностью закрывающая лицо маска с ярко-зелеными перьями и желтое платье с причудливой изумрудной вышивкой. Ты не веришь своим глазам, когда незнакомка приближается к тебе. От ее пристального взгляда из-под маски и плавной походки перехватывает дыхание. Дама подходит к тебе и легко, будто вопросительно наклоняет голову. На тебя пронзительно смотрят черные глаза. «Черные глаза! Душу мою радуют!» Неожиданный шум падения заставляет весь зал вздрогнуть и замереть. Ты оборачиваешься. С пола поднимается Томас, лицо твоего друга охвачено гневом. Пред ним возвышается Дори Оттон. Он смотрит на Томаса с пренебрежением. Его рука лежит на навершии шпаги. И кто пустил такого неуклюжего простолюдина ко двору великого канцлера? Путается под ногами и мешает высокородным господам танцевать. Томас Вияра стервется к Оттону. Тот самодовольно держится за шпагу, готовясь дать отпор взорвавшемуся курсанту. Если не вмешаться в их ссору, то судьбе твоего друга не позавидовать. Тем временем очаровательная Аркника теряет интерес к происшествию и подходит ближе к тебе. Незнакомка ждет. Что же ты забудешь о чужом споре и пригласишь ее на танец? Это как-то не очень, по-моему. Сейчас 25. Разрешить ссору. Я думаю, это самое правильное решение. За друга надо вписываться. Ты успеваешь стать между Томасом и Оттоном. Аркан презрительно шчурится на тебя. Ты рассыпаешься в извинениях за друга. Говоришь, что Томас никогда прежде не был на балу и незнаком со всеми тонкостями этикета. Твой друг впервые так близко видит Аркна. Он растерян и смущен. Отсюда и досадная неловкость. Оттон чуть усмехается. Верно говоришь. Иногда я забываю, что вы, люди, немногим умнее животных. Гордитесь тем, что вас пустили на этот прием. Будет, что детишкам рассказать. Ну, идите прочь. Не мешайтесь под ногами. А твое лицо, студент, мне откуда-то знакомо. Ах, ты же родом из Анизотти. Значит, мелькал где-то на улицах. Всех вас не упомнишь, но ты сообразителен и вести себя умеешь. Хороший знак. Ты почтительно отдаляешься, крепко держа под руку Томаса. Твой друг выглядит одновременно злым и растерянным. Вырыгавшись себе под носом, он направляется к столу с напитками. Ты следуешь за ним. Томас выпивает два бокала игристого вина так быстро, будто это вода. Но ты гора слебезить перед Аркнами, друг. Ты меня выручил, что и говорить. Но все равно мне будто ушат помоев на голову вылили. Ты отвечаешь, что лучше пережить стыд, чем затеять драку с могущественным аркнийским дворянином посреди бала. Напал на Аркна, готовься к истинной смерти. Томас ничего не отвечает и выпивает третий бокал. Краем глаза ты замечаешь Аркнику в маске с зелеными перьями. Она изящно вальсирует с Соттоном. На его месте сейчас мог быть ты. А так, она еще была Аркникой. Понятненько, понятненько. Ну, манипуляция плюс одиннадцать. Уже себе на уме. А, ну я и был такой же, да? Ну да. Лучше уж друга спасти, чем с какой-то бабой потанцевать, сколько бы ей там лет не было. Год 1136. Зима. Суть над пятью десятками. Вот и прошел еще один год твоей жизни в столице. Этернос будоражена громким процессом. Начался так называемый суд над пятью десятками. Сразу пятьдесят человек обвинены в общем преступлении. Измена и заговор против короны. Все обвиняемые видны деятели политических кружков. Обвиняемые выступали за ограничение власти дворян и за права для простого сословия. Никто из них не призывал к восстанию, но слов оказалось достаточно. Суд открытый. Пускают всех желающих. Это сделано на показ, чтобы запутать людей, запугать людей и отбить у них все желание собирать совподобные кружки. Ты посещаешь одно из заседаний суда. Все обвиняемые отправляются на каторжные работы в шахтах Магры и Эллирии. Предводители кружков, шестеро мужчин и одна женщина приговорены к истинной смерти. Торжественная казнь проходит над главной площадью Этерны. Ты запомнил имя женщины, а не Серин. Она взяла слово перед казнью. Молодая, невысокая. Ее лицо можно назвать неприглядным. Глаза скрыты подлинной челкой. Даже сейчас она кажется спокойной. Не верится, что она сейчас навсегда уйдет из мира. Анни Серин оглядывает собравшихся. Голос у нее не громкий, но ты стоишь близко и слышишь каждое слово. Анни говорит, что счастлива умереть в борьбе за права народа. Что ее дело не умрет. Только теперь подобные ей расползутся по подвалам и затаятся, чтобы действовать иначе. Их дело правое. Анни Серин утаскивают к остальным. Надевают на лицо мешок и на шею петлю. Скрыть перечага. Резкий рывок. Все семеро конвульсивно делают ногами, прежде чем безвольно повиснуть. По толпе ползут вздохи и недовольный возглас. А вот что интересно. Когда истинной смертью умирает, они же должны где-то возрождаться, получается. Вот я, например, в склепе был. Ну, в склепе меня, наверное, оттаскивали. Я там восстанавливался. А их, наверное, никуда не оттаскивают. Они так и висят. И поэтому умирают истинной смертью. Но я приблизительно понял, как здесь это действует. Порядок плюс один недовольствие. Власть минус один. Борьба за власть идет. Но может быть и власть наместника опять, да? Потом власть. Я понял. Но те события от меня не решаются. Урок Эль Круа. Роскошный бал, с которого началось твое обучение в имперском университете, сменяется рутиной из длительных занятий. Под высокими сводами университетских залов ты вместе с десятками других будущих судей, что деруешь имперское право, законы, их тонкости и толкования. Чем дальше продвигается твое обучение, тем предметы становятся сложнее, а профессора требовательней. Помимо правовых наук, вам положено изучать и другие дисциплины. Например, риторику и правописание. Судья обязан безукоризненно владеть речью, как устной, так и письменной. Ты каждый день отмываешь пальцы от синих чернильных разводов. Особый восторг у тебя вызывают уроки фехтования. Твое тело покрыто синяками и ссадинами. Мышцы приятно болят от напряжения. Исполнение давней мечты стоит того. Наконец, в учебе намечается короткий перерыв. У тебя будет несколько свободных дней для отдыха и развлечений. Вы встречаетесь с Томасом, чтобы обсудить, как провести время. Сегодня вечером ты идешь со мной в гости к нашему наставнику, барону Эль Круа. Никаких отговорок. Пора и тебе что-то узнать о военном деле. Ха-ха. Эль Круа. Это не тот, который... Нет, он, по-моему, был Эль, но не Эль Круа. Хрен его знает я. А может, это и тот самый. А почему именно сейчас военное дело? Почему не перед этим? Ну, это интересно, конечно. Но немного непонятно, когда я первый раз прибыл в столицу, почему мы с Томасом не пошли отдыхать там. Это, ну, наверное, его... У него там немножко меньше свободного времени, чем у меня. Военная академия все-таки. Твой друг выглядит очень хитрым и довольным. Ты со вздохом меняешь ученический кафтан с эмблемой университета на выходной сюртук и направляешься за другом. Вы с Томасом спешите к двухэтажному каменному дому в одном из дворянских кварталов столицы. Из открытых окон доносится шум голосов. В гостиную набилось не меньше двух десятков молодых людей. Подавляющее большинство – курсанты военной академии. В кресле посреди комнаты с трубкой и в руке сидит господин в форме офицера имперского легиона. Из-под черной гривы волос на собравшихся глядят большие, очень внимательные глаза. Легким кивком барон Эль Круа приветствует вас, приглашая присоединиться к слушателям, а затем продолжает свою речь. Собравшийся, почтительно внимают словам барона. Юнтер Эль Круа Итак, молодые люди, я заявляю, что время, когда воинская честь империи безраздельно принадлежала аркнийским родам, ушло. Дворяне – люди уже давно не уступают аркнам в своих заслугах перед императором, а аркны тем временем продолжают жить, будто их происхождение важнее чести и службы тронов. Посмотрите хотя бы на древний род меланидов – герцогов Магри. Когда-то их глава, чар Меланид, восстал против власти темпестов и веры в близнецов, источил собственные земли, обрек на гибель тысячи людей. Но меланиды и по сей день правят Магри, как ни в чем не бывало. Та тут Эль Круа Лукаво усмехается Сейчас, юноша, я проверю ваше стратегическое мышление, но сначала стоит подробно вспомнить о восстании чара Меланида. Как ни странно, ему мы должны быть благодарны, ведь он первым приблизил к себе людей, сделал их дворянами. Неслыханная дерзость, но благодаря ней мятежный герцог получил невероятную поддержку в своей провинции. Он не побоялся рискнуть своей репутацией и титулом, ради того, чтобы укрепить свою власть за счет людей. Никто прежде не сомневался во власти аркнов и темпестов. Восстание чара Меланида все изменило. Люди стали частью дворянского сословия, прикоснувшись к власти, которая раньше принадлежала только аркнам. И сейчас большинство дворян империи – это люди, не так ли? Нас в десятки раз больше, чем представители аркнийских родов. Итак, у чара Меланида в руках была полная власть над землями Магры и верность людей провинции, которым он посулил дворянство. Также на его стороне были маги, которые бежали в Анизоте со всех концов империи, скрываясь от церкви. У герцога Магры были все шансы на победу, если бы не два момента. Во-первых, заклятие, испепелившее всю провинцию. Да, оно остановило имперские легионы, но и настроило жителей Магры против чара Меланида. А во-вторых, удар, который нанесли герцогу священники Близнецов, потеряв возможность творить магию, чар Меланит лишился своей главной силы. Многие бежали, но, как вам известно, войска империи еще месяц осуждали дворец в Анизоте. После восстания Магры в империи многое изменилось. Но главное, что люди законно обрели право на дворянское сословие. И замечу, что в получении этого звания опираясь не на имя семьи, а на собственные знания и таланты. Так вот, юноши, история – это не только память о прошлом, но и уроки для будущего. Хочу дать вам задание, как бы вы поступили на месте имперских стратегов, как бы вы боролись с таким могущественным врагом, как чар Меланит. Эль Круа откидывается в кресле и затягивается трубкой. Курсанты пускаются в обсуждение. Кто-то из них возмущен мнением Эль Круа о том, что люди возвысились именно через служение безумному чару Меланиту. Кто-то спорит, было ли правильным осаждать дворец в Анизоте, или не нужно было пойти на штурм. Или же нужно? Начиная звучать предложение. Над одним барон Эль Круа усмехается, с другими позволяет себе спорить. Но ведь речь идет об истории твоего родного города Анизоте. Как тут промолчать? Как бы поступил ты, если бы доверил ли командование имперскими легионами? Твои знания о восстании в Магре позволяют выделить три основные стратегии. Чудеса Близнецов, лишающие Меладина и его основной силы – магии. Ставка на дисциплину и доблесть армии, идущие на штурм. Длительные осады и подрывные действия, изнуряющие дух противника. Какую из них бы ты предпочел? Не, ну, решительный штурм тоже не все, а я думаю, осада. Ты вызываешься, ответитель Круа. Нужно было изморять Анизоте и держать замок в осаде, пока сидящий внутри войска не будет вынужден открыть ворота. Землемагры уже были не способны прокормить войска чара Меланида, а запасы рано или поздно подошли бы к концу. Внимательные глаза, Аль Круа, пристально изучаю тебя. Бранте, отчасти я согласен с вами. В этом случае имперские войска потеряли бы меньше людей, и замок в Анизоте не был бы разрушен. Однако вы не уловили другую мою мысль. Даже истощенные, несущие потери и взятые в осаду сторонники Меланида продолжали сражаться. Конечно, некоторые бежали. Но те, кто защищал город и замок даже после прорыва имперских войск, были верны своему господину до конца. Раньше только аркны могли носить оружие и воевать. Теперь это могут делать и заслуживающие того люди, такие как мы с вами. А империя только окрепла за счет новой крови военных и чиновников. Люди теперь могут судить, править, творить. Бунт чара Меланида, сколь бы он не был ужастен, открыл новые дороги для нас с вами. Вот что следует вынести из этой истории. Победу над чаром Меланидом одержали не священники с их молитвами, и даже не дворянские ополчения, собранные герцогами провинций. Победа была одержана имперскими легионами, армией с единым строем, подчинением и уставом, дисциплинированная и верная императору. Барон переводит взгляд с тебя на остальных собравшихся. Но после твоей попытки никто не горит желанием спорить с опытным военным. Вечер продолжается рассказами с полей сражений. Каждая следующая байка Эль Круа звучит еще поразительней. Больше не находясь под пристальным взглядом барона, ты вместе с Томасом и прочими курсантами потягиваешь вино и слушаешь его истории. В коллегию ты возвращаешься в полночь. Речь Эль Круа в восстании чарами Меланида оставила глубокий след в твоей памяти. Мятежный герцог проиграл свою войну, но как сильно он изменил положение людей и всю империю. Чуть-чуть я прокачался. Уже лето. Письмо из дома. Порой тебе приходят письма от семьи. Отец пишет очень сдержанно, в основном о делах и событиях в Магри. О семье он рассказывает редко. Горжусь, что смог научить Стефана вести семейные дела. Твой старший брат изысканно ведет себя в светских раутах и приемах, которые мы устраиваем. У него уже появились важные знакомства. О Глории насчет старшего брата совсем другое мнение. Она пишет, что Стефан все больше превращается в подобие деда. Стефан очень похож на деда. Манерами, осанкой, голосом. Он даже одевается так же. Раньше он был со мной просто холоден. Старался меньше со мной разговаривать. А теперь я не знаю, куда деться от его постоянных придирок и укоров. Он все время помыкает мной. Обращается со мной, как со служанкой. Натана кончил школу с огромным трудом. Об этом ты узнаешь из писем, которые присылает матушка. Печально признавать, что у Натана нет ни одного из твоих талантов. Недавно он заявил, что не будет даже пытаться попасть на учебу в столицу, так как все равно не сможет сдать экзамены. Одно мне утешение. Вечерашно мы проводим с Натаном вместе за священными писаниями и прогулки к храму у Белого Древа, в которых он всегда сопровождает меня. О матушке ее здоровье одно и то же, сообщает и младший брат и сестра. Мать чуть чаще запирается в своих покоях и грустит. Глория старается не выпускать ее из дома в одиночестве. А Натан пишет, что часто слышит по ночам ее шаги по коридору. Еще Натан рассказывает тебе о частых ссорах между Стефаном и Глорией. Стефан все время старается задеть Глорию. Она отвечает ему тем же. Стефан обзывает ее жалкой простолюдинкой и велит замолчать. Новые письма с печатью родной провинции всегда вызывают трепет. Хотя с семьей далеко ваши судьбы остаются прочно связаны. А в честь чего у меня с ним отношения упали и с этой упали, я не понимаю. Вот от меня никак события не зависят, но почему-то падают. Первое дело. Тебя, как и всех будущих судей, отправляют учиться под наставничеством опытных судей в столичной префектуре. Ты попадаешь под начало пожилого судьи, горделивого дворянина Мантии. Он постоянно напоминает тебе, какая большая честь учиться у столь опытного чиновника. Старший судья отдает тебе на рассмотрение свои мелкие дела и с особым удовольствием свой вечерний пост. Ха-ха-ха. Ну понятно. Вечер. Твой кабинет погружается в сумерки. Ты со стервенением заполняешь бумаги за сегодняшний день. Мелкая кража. Простолюдин надерзил дворянину меча. Штраф для родителей, чьи дети исписали стену имперского учреждения похабными рисунками. Дела хоть пустячные, но самые настоящие, поэтому ты тщательно сверяешь жалобы, слова обвиняемых и свидетельства очевидцев. Двери кабинета распахиваются. Жандарм заталкивает к тебе девицу в вызывающем платье с блесками. Ее золотистые волосы распущены, а губы и глаза ярко накрашены. Такие торгуют собой в домах терпимости. Вслед за девицей в кабинету семенит полный священник с внушительным носом и огромной бородавкой на щеке. Ты изо всех сил пытаешься не смотреть на эту бородавку. Жандарм докладывает, он задержал девицу с неким господином в саду у храма близнецов. Они предавались страстям недалеко от святого места, а это никому не дозволено. Его перебивает надувшийся, как лягушка, священник. Он кричит, что своими глазами видел колдовство. Соблазненный девицей господин светился, как лампа. Ты жестом заставляешь священника замолчать и спрашиваешь жандарма, так ли все было. Жандарм лишь разводит руками, сам он никакого сияния не видел. Девицу он задержал лишь из-за ее богохульнического поведения. Господин, который был с ней, оказался благородным, и жандарм не посмел допрашивать его. Впрочем, имя господина у жандарма все-таки осталось. Священник надувается еще больше и с надрывом кричит, это была магия. Дело нужно срочно передать инквизиции. Колдунья расхаживает по улицам славной столицы и проклятыми чарами обольщает мужчин. Сама девушка поднимает на тебя зеленые глаза. В них словно пляшут золотистые искры. Она заговорит с тобой нежным бархатистым голосом. Господин судья, мое имя Айлис. Я лишь подчинялась воле того благородного господина. Он пожелал моей ласки прямо у храма. А я не посмел ей противиться. Разве я не последовала своему уделу? На этих словах девица поднимает глаза и смотрит на тебя в упор. Отблески свеч отражаются от ее глаз и пляшут по всей комнате. Жандарм переминается и вздыхает у двери. Священник раздражается гневной тирадой, однако ты велишь ему замолчать. Пока не закончился день, тебе нужно решить, как справиться с этим неожиданным делом. Закон требует от судей тщательно выяснить все обстоятельства дела. У тебя есть имя дворянина, предавшегося страсти с этой девицей. Жандарм побоялся расспрашивать его, но ты будущий дворянин и молодой судья. Разве ты не найдешь подход к аристократу, чтобы деликатно добыть нужные сведения? Однако все дело может быть в этой подозрительной куртизанке. Если ты проведешь обстоятельный допрос, ты выведешь эту алис на чистую воду. И если священник прав насчет магии, девицы не сдобровать. Господин судья. Сейчас чуть попьет, уже горло першит. Когда ты поднимаешь взгляд на необыкновенную алис, тебе словно озаряет божественное сияние. Подобно реке, это чувство носит тебе вверх к сверкающей высоте. Это не просто красота или страсть, это нечто большее. Сопротивляться этому зову или пойти ему навстречу. Так, ну допросить алис пока нет. Сейчас дворянина отыщем. Ты влез жадарму увести куртизанку в камеру. Перед уходом она бросает на тебя пронзительный взгляд. Он полон разочарования и жалости. Ты составляешь вежливое и обстоятельное письмо Диего Эль Катуару, дворянину, который был замечен с девицей. Ты тонко даешь ему понять, что репутация Эль Катуара в безопасности. Ты даешь ему обещание, что его слова ни в коем случае не будут разглашены. На утро у кабинета тебя ждет нервный молодой господин. Он уточняет, ты ли судья Бранте. Ты чинно приветствуешь Эль Катуара. Открываешь папку с делом куртизанки Алис и начинаешь задавать вопросы. Правда ли то, что они оказались в саду у храма по желанию господина Эль Катуара? Эль Катуара отвечает, что толком не запомнил вчерашний вечер. Он изрядно выпил и хотел приятно провести время. Куртизанку Алис он заметил случайно под уличным фонарем недалеко от храма. Она приглянулась молодому дворянину. А вот почему они оказались в храмовом саду, он не помнит. Ты прилежно записываешь его показания. Задаешь следующий вопрос. Не чувствовал ли господин Эль Катуар, что его разум одурманен? Дворянин в ответ краснеет и тихо спрашивает. Видели в эту девицу сами господин Бранте? Неужели кто-то может пройти мимо нее? Ты спрашиваешь, было ли все же что-то подозрительное в той девице? Да, медленно произносит он. Она как будто насквозь видела любое его желание. Ему было невыразимо хорошо в ее объятиях. Как будто сами боги улыбались именно ему, господину Эль Катуару. Но, вероятно, он был лишь опьянен вином и красотой куртизанки. Ты благодаришь Эль Катуара за откровенность. Обещаешь хранить его слова в строгом секрете. Ты отправляешь куртизанку на двое суток позорному столбу за оскорбление своим развратом святого места. Оснований для передачи Айлис в руки Инквизиции нет. На папке с делом куртизанки ты вводишь слово «закрыто» и убираешь его в архив. Дипломатия прокачена. Спасение Айлис. А так бы мог до нее докопаться. Не допустить смерти Айлис. Ну, так она еще и певичка. Вот если бы я ее, наверное, допросил, мне запас сил как-то на это тратить тоже не особо хотелось. Когда и так вот все выяснилось. 19 лет, год 1137. Лето. Наместник Магры. Пока ты был занят своими делами, в Этерне случилось два громких события. Первое. Императорским указом Корнели Темпес был снят с должности великого канцлера и выслан в свою провинцию. На его место назначен Эгерий Монрок, герцог Монии. Тот самый, что пытался силой закрыть университет. Самый могущественный феодал в империи, наконец, убедил императора, что его брат Корнели дает слишком много свобод простолюдинам. Курс империи теперь развернется в другую сторону. Многие опасаются, что новый великий канцлер уничтожит общий имперский свод законов и прочие достижения Корнеля. Ходят слухи, что новый великий канцлер готовится отменить право простого сословия заслужить дворянство Монтии. Вторая новость. Гай Темпес, второй брат императора Утора II, назначен наместником твоей родной Магры. Должность наместника всегда остается герцогу провинции. Кому, как неверховному феодалу провинции, следует проводить в жизни повеление императора. Но теперь эта вековая традиция нарушена. Неудивительно, что герцог Тарквидий Меланит в ярости от произошедшего. Угу. Да, Меланитов, короче, кинули. Гай Темпес был главным соратником своего брата, бывшего великого канцлера Корнелия. При дворе считают, что новое назначение не более чем уловка старой аркнистской знати, чтобы убрать Гая Темпеста подальше от императорского двора вслед за Корнелием. А пока Гай Темпест и Тарквидий Меланит будут грызть друг другу глотки за власть в провинции, это ослабит положение обоих. Ясно одно. На родине в Магре грядут большие перемены. Торжество закона здесь... Пока идет борьба за власть. Праздник для всех. Столица готовится к большому торжеству, совершеннолетию Джерриана Темпеста, наследника трона. Главные улицы приводят в порядок. С площадей прогоняют торговцев-простолюдинов. Дома украшают флагами и цветочными гирляндами. Император объявил три дня праздничных гуляний. Этерна бурлит. По главным улицам столицы двинулся торжественный парад. Студенты университета и курсанты военной академии должны показать свою благодарность императорской семье за дарованные им привилегии. На ветру трепещут ленты и флаги. Мостовые вычищены. Ароматы цветов наполняют воздух. Ты шагаешь в колонии рядом с Томасом. Вы вместе несете штандарт с гербом родной провинции. Томас тщательно, причесавшись свои каштановые вихры, машет рукой встречным девицам. Те смущаются, хитикуют и порой машут в ответ. Только посмотри, какая красавица мне улыбнулась. Такая жизнь по мне, дружище. Обожаю парады. Процессия медленно подходит к императорскому дворцу. С балкона нашествия взирает императорская семья темпестов. Рядом стоят высшие сановники империи и наместники провинции. Высоко наверху ты своими глазами видишь самого императора Утора Второго. Колонны останавливаются перед балконом и выкрикивают свои девизы для императора. Вместе с другими студентами университета ты кричишь. Учение сила! Учение воля! Император благосклонно поднимает руку в ответ на приветствии. Его голос эхом разносится по всей площади. Я принимаю вашу благодарность, мои верные подданные. Смело несите свои знания и доблесть на службу империи. Каждый достойный получит моей милостью дворянство мантии. Слова императора вызывают ликование в процессе. Однако оно сменяется недовольным гулом, когда на балкон выходит новый великий канцлер. Герцог Монрог. Все собравшиеся слишком хорошо помнят неудачную попытку герцога Монрога силой закрыть университет. Но Монрог негласный предводитель всей старой арктистской аристократии. С этим приходится считаться даже императору. Отсюда его назначение канцлером. Предводитель, значит. Простолюдины, славьте своего императора. Будьте вечно благодарны и покорны ему за те блага, которых вы недостойны по рождению. Под возмущенные возгласы Монрог, не скрывая своего презрения к собравшимся, отходит к другим сановникам. Там, под изумрудным полотном с черной змеей стоит тонкая и изящная фигура. Ты узнаешь дочь герцога Магры, Октавию Меланит. Да, встречались. Ну и дела, ты тоже заметил Октавию? Наш герцог Меланит прислал вместо себя дочь. Какое непочтение к императорской семье. Неужели он так сбешен, что у него отняли должность наместника провинции? Но можно понять герцога, такого и правда раньше никогда не бывало. Но тут все вокруг затихают. Вперед выходит статный юный Аркан со смущенной улыбкой на тонком лице. По толпе летит шепот. Это есть наследник принца Джириан? Воспитанник Корнелия? Надежда простого сословия? По левую руку от Джириана его младший брат Флавий. Второй принц еще совсем мал и недоуменно разглядывает процессию внизу. Да будут милостивы к вам близнецы, мои будущие подданные. Обещаю оплатить вам за верную службу империи и позаботиться о вашем благополучии. Колонна отвечает наследнику восторженным ревом. Ура принцу Джириану! Рядом с наследником вырастает еще одна фигура. Щегольский одетый Аркан в мантии рода Темпестов. Он воздевает руки вверх, собираясь произнести речь. Гляди! А это Гай Темпест, брат императора. Новый наместник нашей Магры, между прочим. Видно, старые Аркны хотят его убрать подальше от трона, как и его другого брата Корнелия. Слишком много свобод они обещают простым людям вроде нас с тобой. Долгие годы принцу Джириану! Вы студент университета, курсанты военной академии. Словом и делом доказывайте, что империя может положиться на вас. Сегодня большое торжество. И в честь принца Джириана вы должны попросить у императора навеки закрепить с законом право простых людей, заслуживать дворянство мантии. Просите же! Колумны замерли. Студенты и курсанты переглядываются, не зная, следователи словам брата императора. Высоко сверху принц Джириан тоже замер, прислушиваясь к вашему отклику. На балкон быстрыми шагами вновь выходит герцог Монрок. Несколько мгновений он оглядывает площадь. Подданные империи! Брат императора лишь хотел сказать, что вы всегда должны помнить, что обязаны роду Темпеста своим положением. Император принимает вашу благодарность и отпускает вас со своим благословением. Идите же! Но шествие остается на месте. Вовсе не тоскал Гай Темпест. Мы обращаемся к императору. Закон! Просим закон! На площади повисает смятение и ропот. Некоторые из будущих дворян отказываются повиноваться великому канцлеру. А тут-то там раздаются выкрики. Закон! Просим закон! Офицеры Академии и преподаватели университета призывают к порядку и пытаются продолжать шествие. Однако площадь начинает закипать гневом и неповиновением. Тебе предстоит решить, какую сторону займешь ты. И дипломатия больше 12. Доблесть больше 12. У меня выхода нет. Одного очка не хватает, чтобы исполнять какой-то там приказ. Выжидаем. Но что делать? Больше вариантов нет. Ты выжидаешь. Не присоединяешься ни к тем, кто требует нового закона, ни к тем, кто пытается восстановить порядок в колонии. Пока никто не знает, чем обернется это дело. Ты переезжаешь силы, внимательно следя за ходом событий. Вокруг все громче поднимаются. Закон! Закон! Офицеры Академии тщетно пытаются перекричать разбухшивавшихся студентов, требуя построиться в колонной и продолжить шествие. Многие подчиняются и возвращаются в построение. Однако кипение страстей на площади продолжается, и ты в самом его центре. Мимо тебя проходит Томас. Он яроста размахивает кулаками, призывая тебя кричать вместе с ним. Закон! Закон! Ты не отвечаешь на призыв друга. Томас махает на тебя рукой и движется к центру площади. Там собираются вышедшие из повиновения студенты, собираются в самом центре площади. Со стороны дворца на площадь выдвигается конный полк императорской гвардии. Всадники с клинками наготове медленно движутся к толпе, выдавливая ее с площади. Судьба противостояния становится ясна. Еще немного и конница раздавит мятежных студентов. Умело лавируя, ты успеваешь выбраться из опасной области и присоединиться к тем, кто снова построился в подобии колонны. Команды и призывы снующих между вами офицеров и курсантов военной академии действуют. Большинство подчиняется и возвращается в построение. Волнение на площади стихает. Гвардия поворачивает коней обратно. На балкон дворца вновь выходит император Утер II. Рядом с ним встает его канцлер Герцог Монрок. Снова узрел своего правителя, собравшийся на площади немедленно смолкая. Подданные, многие из вас потеряли голову от радости за принца Джерриана, но вы достаточно выразили свое почтение и благодарность. Следуйте же приказу великого канцлера и моей воли. Продолжайте шествие и славьте род темпестов, уже давших вам столько благ. Вся площадь вновь покорно выстраивается по колоннам. Вспышка неповиновения прошла и праздничное шествие по улицам столицы возобновляется. Ты вышагиваешь мечи со своей колонной. Ты сумел удержаться в стороне от противостояния, не тратя сил на бесплодные метания. И вот все вернулось на свои места. Слава императору Утеру! Слава принцу Джерриану! Власть минус один, равно минус два. Борьба за власть. То есть власть наместника все крепнее, да? У меня было 25, плюс 10, больше 30 не может быть. Готов ко всему я. Заебись! Путь меча. Обучение в университете дается тебе легко. Теперь ты понимаешь, как важна была упорная учеба с самого детства, о которой позаботился отец. Месяц за месяцом ты осваиваешь премудрости судейской профессии. С каждой лекцией крепнет уверенность, это и есть твое предназначение. Но твое образование это не только изучение имперского права и тонкости судейской службы. Тебя учат изящным манерам, этикету, стихосложению, даже фехтованию. Иногда вы с Томасом уходите в безлюдные места и упражняетесь во владении шпагой. И вот ты успешно сдаешь экзамен на должность судей. Ты отправляешь штабель с оценками отцу, он в ответ присылает тебе назначение на работу в префектуру Магри. Дома тебя ждет новая жизнь и новое дело. Служба судьей в родном городе. Утро. Великий храм близнецов. Ты с замирающим сердцем переступаешь порог храма. Все снова как в тот день. Еще в детстве. Священнику алтаря, зал храма, поделенный на две половины. Но теперь ты не испуганный ребенок. Ты мужчина, который вот-вот станет дворянином. Пол на стороне низкого сословия причиняет боль. Ты чувствуешь зазубрины даже через подошвы. Это последние мгновения твоей жизни, как простолюдина. Перед тобой священник. Ты вновь встаешь на колени, но теперь под ними теплый и гладкий мрамор. Над твоей головой произносятся заветные слова. Отныне и впредь твой удел, сила и воля. Отныне и впредь ты будешь править, воевать и творить. Встань, дворянин. Ты губами касаешься гладкой стали клинка. Поднимаясь, ты уже не чувствуешь прежней дрожи, которая преследовала тебя еще с твоего первого причастия в детстве. Ты встаешь другим человеком. Твои движения приобретают невиданную до этого четкость. Мысли обретают силу. Мышцы наливаются желанием боя. Ты готов сложить одувь в честь этого дня. Ты касаешься своей спины. Следов от плети сперва причастия больше нет. Они исчезли навсегда. Сразу после причастия ты спешишь в свою комнату в студенческой коллегии. Нужно забрать отцовский подарок. Шпагу. Твою собственную шпагу. Теперь всех молодых дворян ждет сначала турнир университета, а затем бал. Шпага ложится в руку, обещав будущие победы. Дрибуны шумят в предвкушении турнира. Ты никогда еще не видел столько прекрасных благородных дам. Но все взгляды прикованы к черноволосой и черноглазой Октавии Меланит. А, кстати, вот это она может и была, я мог с ней танцевать. В маске. Сама дочь герцога Магра решила почтить ваш турнир визитом. На ней изумрудное платье, волосы убраны в строгую прическу. Этам с ней несколько ее прелестных фрейлин. Перед началом боев каждый дворянин объявляет, за честь какой дамы он намерен сражаться. Некоторые называют имена своих возлюбленных, сидящих на трибунах. Многие хотели бы назвать имя молодой герцогиня Меланит, но не решаются. Ты готовишься к бою, делая поробные выпады шпагой. Настает твой черед выйти на поединок. Все зумрудные трибун сейчас на тебе. Октавия Меланит с любопытством разглядывает тебя из-за веера. Отношения Октавия Меланит должна была не запомнить. Она меня запомнила, получается. А тут доблесть должен был, да? Ну давай сражаться за Октавиум. Раз запомнила, то пусть платок типа я за нее сражаюсь, ладно? Выходя к трибунам, ты называешь свое имя и во всеуслышание заявляешь, что будешь сражаться за честь герцогини Меланит. Октавия медленно поднимается, трибуны затаили дыхание. Поражение после подобной дерзости может навлечь на тебя гнев древнего аркнийского рода. Господин Мясник Бранте, откуда же я помню это имя? Ах да, вы ведь уже однажды осмелились привлечь мое внимание. В память о нашей забавной встрече я позволю вам попытать счастье под моим именем. Не посрамите его. Трибуны отвечают аплодисментами на твою смелость. Начинается твоя первая схватка. Здесь дерутся по правилам дуэльных поединков до первой крови. Твой первый противник держится лишь несколько минут, прежде чем пропустить укол в бедро. Рубашка вымокла от пота. Шпага скользит во влажных пальцах. Октавия пристально следит за тобой из-под своего зеленого веера. Ты одерживаешь три победы подряд. Против тебя встает новый противник. Твой хороший знакомый проходил наставничество префектуры Этерны сразу после тебя. Противник неожиданно ловок и хитер. Он ловит тебя на ложный выпад и легко колет в бок. Что ж, три победы – недурной результат. Октавия Меланит благосклонно принимает твой салют шпагой в ее честь. Вы показали себя достойно, господин Бранте. Кто бы мог подумать, что вы превратитесь в дворянина, и мы встретимся здесь, в столице империи. Удивительно. Молодая герцогиня не сводит с тебя глаз, даже когда ты удаляешься с арены. Этот день ты запомнишь на всю жизнь. День, когда ты стал дворянином. Заинтригована, да? Отлично. Дипломатия прокачана. Превосходно. Окончание университета. Год 1137. Ты заслужил мантию судьи и дворянский титул. Год 1137. Зима. Обвинение против диаманта. Незадолго до отъезда из столицы ты слышишь на улице новость. Июнье диаманту, патриарху Астине, одному из вождей новой веры, грозит церковный трибунал. Орден инквизиции обвиняет патриарха Юния в покровительстве богомерзким магам и распространении еретических учений. Священный трибунал утверждает, Юний диамант замыслил снять со всех магов ошейники, что сковывает их проклятую силу. По приказу патриарха в столице было создано опасное общество безудельных. Смытьяны нападали на представителей церкви и инквизиторов, освобождали магов, приговоренных к сожжению и помогали им скрыться. Патриарх должен явиться в Этерну и предстать перед священным трибуналом ордена инквизиции. Это шокирующее обвинение означает конец для Юния диаманта и сокрушительный удар посторонникам новой веры. Инквизиция не упустит возможности избавиться от неугодного патриарха, расшатывающего основы истинной веры. Внезапный отверх патриарха Юния поразил империю чуть ли не больше, чем выдвинутые против него обвинения. Все эти слова ложь. Я скажу это каждому, кто готов предъявить их мне лично. Но я хочу, чтобы эти лицемеры были готовы ответить за свои слова передо мной, перед моей паствой, перед родом диамантов и перед орденом святых воителей. И я предстану перед священным трибуналом, но произойдет это на моей земле и на моих условиях. Патриарха Юния горячо поддержал патриарх Лука и многие священние аркнии. Разве Лука это не тот? Может, не тот немножко, да, который умер. Вслед за ним на защиту Юния диаманта поднялись приходы новой веры и по всей империи. Церковный раскол уже готов разорвать церковь близнецов на части. Из-за угрозы раскола инквизиции приходится отозвать свои обвинения. Трибунал против патриарха Юния был признан ошибкой. Инквизиция объявила, что впредь будет более осторожно в делах против сторонников новой веры. Одно только следование учению патриарха Фомы еще не может быть основанием для обвинения в ереси. А Лука это тот, что, да, я все, я понял, это здесь, который был патриархом в Этернии. Трибунал над патриархом Юнием не состоялся, но раскол церкви усугубляется. Сторонники новой веры открыты, бросили вызов учению старой веры. Мнения о произошедшем разнятся. Кто-то считает, что Юний диамант подтвердил свою вину. Другие верят патриарху и отрицают все обвинения в мятеже против церкви инквизиции. А кое-кто утверждает, что все это подозрительно похоже на темные дела тайной канцелярии. Так или иначе, один из предводителей новой веры, патриарх Астини Юний диамант, продолжает занимать свой пост. Надолго ли? Каким будет следующий шаг в противостоянии старой и новой веры? Ага, уже идет церковный раскол, но то, что он минус один и становится минус два. То есть, новая вера была чуть посильнее или как? Немножко не понял. То есть, минус один, оно сместилось туда. Если оно идет в минус, значит, оно идет к старой вере ближе все равно. Прощание со столицей. Вместо слияния рек, реглаты и талрины. Ты не часто бывал за городскими стенами все эти годы. Ветер обдувает лицо. Яркое полуденное солнце повисло над серебристой полоской сияющего столпа. Твое пребывание в Этерне подошло к концу. Ты приехал сюда мальчишкой. Тебя вели ожидания родных и намерения взять жизнь в свои руки. Ты был полон надежд и стремлений. Легкая печаль из-за отъезда неуютно ворочается в груди. Этерна не стала для тебя домом, но именно тут ты нашел свой путь. Здесь, в столице, ты стал дворянином и судьей. Теперь ты один из тех, кто властвует, сражается, наслаждается и творит. Кто проливает кровь за империю, за семью, за честь. Кто хранит и почитает традиции. Таков твой удел. Тебе предстоит служить судьей в префектуре родной провинции. Ты прошел долгую дорогу к этому. И на этой дороге рядом был Томас. Ты вспоминаешь ваши похождения по улицам Этерны. Тайные тренировки на шпагах. Задушевные разговоры. Нет сомнений, вас обоих дома в Анизоте ждет славное будущее. И она, черноголазая и загадочная Октавия Меланит, аркнийка из великого рода, повергающая в трепет своей красотой и величием. Ты слышал, что Октавия тоже возвращается в Магру, ко двору своего отца-герцога. Доведется ли вам увидеться вновь? Впереди встреча с отцом. Он редко показывает чувства, но на этот раз не поскупится. Ведь ты оправдал ожидания, возложенные на тебя. Справился с учебой и продолжил дворянский путь семьи. В дома наверняка многое изменилось. Мысли возвращаются к старшему брату Стефану. У вас один удел. Теперь вы, наконец, почти равны друг другу. Знак этого традиция велит привезти Стефану подарок. Ты отправляешься в торговый квартал Этерны. В лавке оружейника ты тщательно выбираешь шпагу. Стефан выше тебя и шире в плечах. Шпага для него должна быть тяжелее и длиннее твоей. Никаких украшений. Стефан презрительно фыркнет, если увидит такое вычурное оружие. Наконец ты находишь подходящую шпагу. Черненная сталь. Рукоять в виде переплетенных лос. На клинке едва заметны узоры с листьев. Похожа на черную почву магры и белое древо на ней. Ножны выбираешь не менее внимательно. Тонкая крепкая кожа обтягивает легкие деревянные кладки. Клинок должен выниматься легко. Надежная пряжка. Ты доволен своим выбором. На следующее утро ты уезжаешь на родину. Этерна медленно исчезает на горизонте. Город, которым ты провел 4 года. Ты не знаешь, увидишь ли ты столицу когда-нибудь еще. Рука сжимает шпагу. Подарок для Стефана. Отъезд домой. После 4 лет в столице ты возвращаешься в родной Анизотти. Конец юности. Твои юные годы подошли к концу. Настало время покинуть столицу и вернуться в родной город Анизотти. Тебя ждет семья и твое новое дело. Годы вне дома вышли бурными и нелегкими. На тебя, на себе ты несешь тяжелый груз первых взрослых решений. Мог ли ты выбрать другой путь, другой удел и сословие? Или все твои поступки еще с детства и отрочества вели тебя именно к этой дороге? Так или иначе остается только шагать вперед. Да мог, конечно. Там нам и так явно давали понять, что можно было либо простолюдином остаться от всего, отвернувшись и бороться там с бедняками и быть бедным. Либо же там к церкви примкнуть. Ну и короче, в любом случае мы что-то бы там решали. Так как я дворянин, я уже не должен там свергать власть, да? Бороться за простолюдинов получается. Для меня вот эти две ветки, наверное, закрыты там с церковным расколом и с остальным. У меня теперь только поддерживать императора, скорее всего. Хрен его знает. Ну посмотрим. Немножечко я прокачался, поэтому доблесть мне еще бы прокачать, потому что, может быть, когда-нибудь пригодится. Тем более, что я теперь судья, прокачан как заговорщик. То есть, ну не по той стезе немножко пошел. Но кто знал, что так получится. И, наконец-то, мы уже выходим в 20-летний период. Прошли детство, отрочество, юность. И идем в мир. Бурные и тяжелые времена ждут и меня. Но уже в следующей серии. А всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч. И да пребудет с вами мясо.